Привет! Ах, какую жуткую историю я для тебя сегодня приготовила, мой любимый зритель. Но прямо в духе Эдгара По. Аж дух захватывает. Слушай. Но для начала я дам слово знаменитому писателю Валентину Пикулю. Он говорил, я заманиваю вас в глухомань старой провинции, где в конце восемнадцатого столетия насчитывалось около двухсот частных театров с прекрасными анютками и тимохами, которые по вечерам, подаив коров и наколов дровишек, дружно входили в благородные роли и Вредик, и Дидон, и Дипов, и Фемистоклов. Вот тут и завязка нашего повествования. Примадонна Мешкова и отважная Каховская. Приглашаю вас в Подказань, в славный театр помещика Петра Есипова в селе Юматове. Это про него наш земляк Филипп Вигель написал, что Петр Васильевич ушиблен Мельпоменой и своим театром. Ну, тогда многие были ушиблены Мельпоменой и театром. Это было повальное увлечение. «Хозяин встречает нас с музыкой и пением», – читаем у мемориста. Это был добрый и пустой человек, рано состарившийся, который не умел себе ни в чем отказывать, а чувственным наслаждением не знал ни меры, ни границ. Обычно все гости сразу отмечали актрису Фёклу Аникееву, красавицу. К ногам кое-казанская публика швыряла кошельки с золотом. Но Вигель был очарован другой актрисой – Примадонной Грушей Мешковой, которая вела себя за хозяйским столом с почти царским величием. Вот так переплелись судьбы Есипова, Мешковой и Вигеля. Не хватает одного персонажа – нашей землячки Александры Каховской, урожденной Желтухиной, владелицы Калимасовской волости. Сейчас это Малосердобенский район Пензенской области. По признанию современников природа ошиблась, создав Сашу женщиной. Но при этом, наделив её всеми мужскими качествами, она была смела и отважна до безумия. Для неё вообще не существовало чувства страха. Каховская просто не понимала, как это можно чего-то бояться. Вот придумали. «Жить нужно на полном скаку», – говорила она. Мужем девицы Желтухиной стал казанский дворнил Николай Каховский. В своё время об этой паре в городе судачили немало. Семейная жизнь супругов напоминала такие вот ежедневные баталии. Николай и Александра чуть что хватали за пистолеты и открывали пальбу. Палили так, что все слуги разбегались в разные стороны. Жуть, что стояло. Долго такое существование продолжаться не могло. Дело завершилось с тем, что однажды Александре прострелил ногу. Но она этого, конечно, терпеть не стала. И мужа заявила, больше ты меня не увидишь. Хлопнула дверью и ушла. Отныне любимым развлечением Алекстандры стала перестрелка в лесу с разбойниками, коих то время в лесу хватало. «Если уж жить, так уж лучше на полном скаку, чтобы ветер в ушах свистел», — не разговаривала она. «Ну не танцевать же мне хромой». После того ранения в ногу Каховская на всю жизнь осталась хромой. По воспоминаниям казанца Николая Мамаева, после разрыва с мужем Каховская стала еще более некрасива. Волосы ее ранее посидели, и будто предвосхищая моду будущих нигилисток, она стригла их очень коротко. К тому же была очень подслеповата, и всегда ходила с Лорнетом. Однако не было человека более доброй души. Она никогда никому не делала зла, и все ее любили и уважали. Однажды пензачка решила навестить родного брата Петра Желтухина. Кстати, Петр и Сергей Желтухины — герои войны 1812 года, и их портреты помещены в военной галереи Эрмитажа. Так что, если будете в Эрмитаже, посмотрите, там есть братья Желтухины. Это как раз братья нашей сегодняшней героини, Александры Каховской. Но в дороге начался ураган. Это я уже о том, куда она ехала. Он валил вековые деревья, и Александра сказала, заворачивай в Есиповское Юматово. Приказала так кучеру. Надеюсь, что Петр Васильевич рад будет меня видеть. Но в деревне староста сообщил, что господин не живет там. Дом пустует, и все из-за того, что Груни Мешков сбежала. А в доме завелось привидение. Ой, нечисть всякая бродит по дому, клялся мужик. Даже лакеи все разбежались. Ну, разве можно было Каховской пройти мимо такого случая? Конечно же, она пошла в этот дом. Она загорелась тотчас же и говорит, ты, братец, не лишай меня такого удовольствия. Сколько про нечистую слышала, но встречать не приходилось. Пошли-ка в дом. Я за все сама в ответе. И отправилась. Двери в заброшенный дом растворились тяжелым скрипом. Изнутри тянуло сыростью и запустением. По приказу Каховской ее привели в ломберную комнату, где последний раз видели привидение. Поскольку староста горничная и лакей тряслись от страха, то наша землячка пензачка отпустила их и осталась там одна. она при свечах в огромном пустом доме с заряженным пистолетом уселась в кресло и стала читать любовный роман французский. Ну, не станем лукавить, напряженные нервы не давали ей полностью насладиться этой книжной амурной историей. На каждый шорох она скидывала ствол и взводила курок. Потом для верности в оружие в руках обошла соседние комнаты. Но ничего подозрительного не обнаружила. Ближе к полуночи, когда Каховская слегка задремала, из-за туч выглянула луна, и в окне показалась женская фигура, которая звала ее с собой. она была в белом и излучала неземное сияние. после легкого замешательства Александра Федоровна поняла, что привидение с жестами приглашает ее выйти через веранду в сад. Она поднялась с дивана, взяла в одну руку свечи, другой взяла пистолет, ну, вернее, она его и так держала, пистолет, и так шандал со свечой, пистолет. Но ветер в саду тотчас погасил свечу, и во мраке ночи Каховская двигалась за привидением в глубину садовой олени. Наконец призрак остановился и сразу исчез. Очнулась Каховская утром, в той же ламберной женщина заметила, что она стала окончательно седой. Но, собравшись с духом, позвала крестьян и привела их к тому самому месту. Приметой послужил оставленный шандал со свечей. «Копайтесь здесь!» «Здесь что-то должно быть!» — приказала барыня. Вскоре из земли показался полуислевший скелет. Козловые башмачки с бронзовыми застежками и нитка бус. «Груня, дочка!» — раздался вопль из толпы. Это узнала останки своей кровиночки старуха Мешкова. По просьбе пензячки бывшую актрису похоронили по христианскому обычаю. А Александра Федоровна помчалась в Казань. «Ух!» Вся горела она. «Ты по что груню убил?» «Ух!» На крыльце дома Есипова пензячка столкнулась с его слугой и со священником. Священник спросил «Вы к Петру Васильевичу?» «Да? Поспешите!» Он отходит. С порога спальни Каховская спросила у хозяина «Ты по что груню убил?» «А кто сказал тебе в ужасе произнес умирающий?» «Она сама ответила Каховская» И вот тогда Есипов рассказал что груша была его последней страстью и усладой и он даже собирался жениться на ней но кто-то из двор не нашептал будто бы Мешкова ему не верна и собирается сбежать от него с крепостным актером и вроде бы вот назначено у нее свидание у клумбы Петр Васильевич пришел к назначенному месту увидел там грушу она была одна но совладать с собой он уже не мог он ее задушил тело закопал и сразу после страшного призрак признания Несипов умер облегчил свою душу и умер но встреча с призраком не прошла даром и для самой Каховской она как-то поникла и быстро состарилась всегда такая энергичная всегда такая бодрая все как будто жизнь ее покинула и ее разбил паралич помнится она говорила как все странно ехала к брату но гроза вынудила меня изменить путь кажется само провидение заставило меня ночевать в пустом всеми заброшенном доме а тень груши выбрала именно меня женщину с мужским характером которая не побоялась следовать за ней в сад за этой тенью наконец меня повлекло к Есипову которого смерть на миг отпустила своих объятий дабы я услышала его откровенную исповедь вряд ли это случайно но все что со мной случилось я вижу какое-то преднамеренное сцепление обстоятельств странных и загадочных замах � Александра Каховская страдала еще 15 лет пока не умерла прикованная к постели в 1829 году вот какую странную страшную необычную историю я вам сегодня рассказала ну а вам остается только подписаться на мой канал если вы этого еще не сделали поставить лайк написать комментарии и приходите ко мне еще я буду рассказывать и рассказывать вам интересные истории возвращайтесь а на сегодня все до новых встреч пока пока